10 тысяч рублей. Конкурс от путешественника Сергея Потанина. Для участия нужно быть подписанным на канал Сергея и под последним его видео о серфинге оставить комментарий от спортфаза и поставить лайк. Победителя Сергей определит случайным образом через несколько дней в перископе. Так что получилось, в этом году была тяжелая операция. Я себе не сломал позвоночник, как все думают, но там отломалось пару кусочков в шейном позвоночнике и вот эти кусочки довели на нервы. И получилось так, что я не мог одну сторону чувствовать на тренировке. Просто сделали МРТ, МРАЙ на английском. И там сразу сказали, что с четвертого до седьмого позвоночника, машинного позвоночника, все было почти скручено так и раздавлено. И мне сразу сказали, что тебе надо сразу к специалисту. Ну, поехал, нашел, слава богу, одного. И он мне сразу сказал, где проблема. Показал фотки, сделал еще МРАЙ. Да, и две недели позже взяли операцию. И с тех пор я как-то не могу так быстро восстановиться. Ну, я потерял около 25 килограмм. Это уже... Да, я весил всегда так 140-135, в самом-моему, 132. В день операции я весил 111 килограмм. Это, конечно, было больно. Да. Ну, привык же всегда тяжелым быть всю жизнь почти. На 20 лет, там, минимум 120 килограмм, 125, набирал каждый. Да, ну, два-две недели позже шли, после операции начал легко заниматься. И как-то длилось около два месяца, пока я начал что-то чувствовать. Я чувствовал как-то, как будто я первый раз в зал пришел. Просто было тяжело. До сих пор я не могу, ну, я не восстановился на 100%. Я думаю, еще два-три месяца мне надо. Потом я начну подготовку на соревнованиях. Еще не знаю, какое это будет. Я думаю, так как мне надо будет квалифицироваться на Олимпию, значит, надо будет такой маленький шоу выиграть. Да, посмотрим. Как я сказал, два-три месяца еще. Потом буду знать, надо или не надо. И еще надо отдохнуть. И еще дальше к врачам бегать. Я чувствую себя очень хорошо. Тренировка лучше и лучше каждую неделю. Просто сейчас вот немножко катаюсь уже неделю. И, как всегда, если я на подготовке или на off-season, если я просто забываю, я там времени нету на порцию пищи, то я уже теряю много веса. А вот сейчас, когда я еще восстанавливаюсь, это еще, по-моему, хуже получается. Я набираю, например, килограмм пять за две недели, за три недели. И потом получается так, что у меня аппетит пропадает опять. Ну, или не чувствую опять в зале мою сторону делаю. И тогда опять килограммы два-три опять сбрасываю. И потом опять. Короче, у меня up и down, короче. Набираю и опять наберу шесть килограмм, сбрасываю в половину. Да, надеюсь, будет дальше лучше и лучше. Конечно, я, как сказать, я надеялся, что это быстрее будет. Ну, а два-три месяца будет таким, как и раньше. Ну, как-то не получается. Я сам не знаю, почему, но тяжело. То есть ты связываешь вот то, что не получается сейчас быстро набрать форму, да, с тем, что может быть как-то нейромышечная связь у тебя нарушена. Вот как бы оперировали и просто на уровне нервной системы, да, вот что-то нет контакта какого-то, да? Да, вот нерв же дает такой импульс, это как, как сказать, пища для нас, да, вот у нас голод, да, нам нужен это. А если вот нерв импульсы не дает, а мышцы умирают, да, потому что это для них как пища. Если у них доходит, то там получается атрофия, атрофия, и потом дальше. Мышцы могут вообще исчезнуть, если их не тренировать постоянно. Не стимулировать, да? Да, стимуляция это самое главное, поэтому я стараюсь не только в зале все прорабатывать, даже дома. Утром встаю, там мы его гимнастику делаем, специально на плечо, там. Ну, чтобы всегда был какой-то потек крови туда, в это время. А что на Олимпию не дадут квалификацию, вот как Леврони дали, просто так? Потому что Леврони старые. Ну, это, конечно, такой хайп был. Леврони, он был самой такой, ну, такая фигура, что все запомнят. В 90-е годы почти каждый атлет имел такую ауру, да, вот, персональность, да, вот такую. Сейчас как-то вот, ну, топ-3, топ-4, топ-5, у каждого такая персональность есть. А потом уже, как-то, ну, бодибирд, ну, профессионал, да. А вот топ-5 уже каждый там отличается, там, вот, как грин, там, вообще отличается, да, он вообще других занимается, там, да. Я вообще отличаюсь. Да, я, например, никогда там не гонюсь ни за кем-то, я просто делаю мое дело и потом показываю это на сцене. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok